Герои резных произведений взяты из русского фольклора. Здесь персонажи сказок, легенд и преданий. Это могут быть как люди, так и животные. Самые распространенные персонажи – бабушка и дедушка, коты, зайцы, медведи и львы. Однако одни и те же персонажи выходят из под рук мастера с разными эмоциями и характерами. Есть образы, ну и совсем сказочные, всем известные такие, как Емеля, Царевна-лягушка. По пословицам, делу время потехи, час – это дед Потешкин, пляшущий такой дедуська. Своя ноша не тянет, это такой дедушка тоже, мужик, несет на плече мешок, но улыбается. То, что берем на плечи, надо нести уже с улыбкой. Большая часть изделий выполнена из липы, но для некоторых игрушек резчик выбирает березу, ольху, тополь, а также кипарис и даже акацию. Все работы выполнены в авторской, необычной манере резьбы, технике одного резца. Ее суть заключается в том, что мастер пользуется исключительно одним инструментом. В изделиях Игоря привлекает и то, что человек без художественного образования так профессионально овладел непростым ремеслом. Если это впервые вещь делается, конечно, делается какая-то более детальная прорисовка, но если вещь делаешь по счету, там, я не знаю, десятую, двадцатую, есть такие, что и сотни уже делал. Поэтому здесь уже резьба идет без предварительного фактически рисунка. А ежели вещь новая, случается иногда, что потом получается даже что-то несколько иное, чем нарисовано. Игорь Фролов отмечает, что особенность техники одного резца, почему, собственно, он и остановился на ней, то, что по таким работам сразу виден собственный почерк автора. К слову, Игорь Фролов является автором ряда учебных пособий по резьбе, а сама выставка деревянных миниатюр приурочена к 30-летию его профессиональной деятельности. Посетить ее можно будет до конца февраля. Кирилл Ужегов, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...